На календаре 14 августа. Летом 1892 года в Самарской губернии свирепствовала эпидемия холеры. На борьбу с этим серьезным заболеванием были мобилизованы внушительные силы. Помимо местных врачей, сестер милосердия и санитарных служителей, приглашались даже студенты-медики из других регионов Российской империи. Из этих специалистов формировали врачебно-санитарные отряды, которые отправляли туда, где бушевала холера. 14 августа 1892 года два таких отряда под руководством врача Паевской и студента Яновского были направлены, соответственно, в Ставропольский и Богорусланский уезды Самарской губернии. 14 августа 1901 года Самарская электрическая станция, построенная акционерным обществом русских электротехнических заводов «Сименс» и «Гальске», перешла в ведение города. Станция работала с наступлением сумерек и до двух часов ночи. Но бывали и исключения. Днем энергию могли подавать в драматический театр для проходивших там спектаклей или народных чтений, а ночью, даже после двух часов, в городские клубы, если там проходили концерты или танцевальные вечера. В 14 день августа в разные годы были рождены известный русский писатель, поэт, литературный критик Дмитрий Мережковский, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт, популярная эстрадная певица Алена Свиридова и другие знаменитости. С конца 15 века и вплоть до наших дней на Руси сохранилась традиция отмечать 14 августа по новому стилю «Медовый спас». Его еще называют первым, маковым или спасом на воде. В этот день пчеловоды вскрывали соты и извлекали мед, а затем освещали его в церкви. Таким был в истории 14 день августа. Хорошего настроения вам и удачи в делах!